Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, актуальные вопросы неотложной педиатрии будут освещены в моем докладе. Я хочу начать с того, что дети это все-таки не маленькие взрослые, есть очень много особенностей. Мы наблюдаем детей начиная с нуля и до 18 лет, поэтому существуют особенности именно и младенческого возраста и более взрослого населения, поэтому начну с того, что, конечно, в первую очередь нужно говорить о том, что число вызовов к детям, это в основном 80% от всех, это, конечно, респираторная патология. И вот мы по последним данным знаем о том, что 81 тысяча случаев на 100 тысяч в год это респираторные заболевания, которые несут определенную нагрузку. В том числе, хочу обратить ваше внимание, что смертность от пневмонии во всем мире это около 5 миллионов детей, поэтому это достаточно большие цифры, и здесь вопрос стоит о том, как можно раньше это выявить и предотвратить их возникновение. Ну, какие особенности есть у детей? Ну, во-первых, это экспираторная грудная клетка, это физиологическое тахипное, узкие дыхательные пути. Что касается нарушений кровообращения, то здесь работают те особенности, которые говорят о том, что у ребенка все-таки есть ригидные сердечные мышцы, короткая диастола и относительно большее количество крови, в отличие от взрослого. При обладании симпатической нервной системы отток крови от головного мозга у детей первого года жизни несколько медленнее, чем у взрослых. Поэтому здесь играют роль еще те проблемы, связанные с синдромом тряски ребенка, о которых я чуть позже скажу, в том числе повышенная васкуляризация головного мозга и малая дифференцировка. Ну, а то, что вы здесь видите, это особенность строения, особенности конусообразной грудной клетки. И далее хочу сказать о том, что, говоря о верхних дыхательных путях, это так называемая воронкообразная гортань. В этом проблема, включая и народные тела, и проблемы их эвакуации, в том числе гибкий надгортанник, и самая узкая часть – это перстневидный хрящ, в отличие от взрослых. Проблема узости дыхательных путей обеспечивает проблему оказания неотложной помощи детям с острой респираторной патологией, с обструкциями. Вот посмотрите, в отличие от взрослого, 1 мм сужения за счет отека дыхательных путей обеспечивает повышение сопротивления в несколько раз, почти в 16 раз, в отличие от взрослого. Поэтому, конечно, эта проблема актуальна и должна быть решена моментально фактически. Кроме того, особенности иммунореактивности у детей. Мы говорим о раннем периоде новорожденности, когда ребенок за счет флоры матери, которые не всегда обследованы, могут быть восприимчивы к определенной граммо-отрицательной и граммо-положительной флоре. Мы говорим о определенных стрептококках агалактика, это активный процесс, который вовлекает оболочки головного мозга, и мы говорим о ранних менингитах у этих детей. В том числе, начиная где-то с полугодовалого возраста, ребенок теряет защитные антитела от матери, поэтому есть вопросы по оказанию реанимационной помощи в том числе этим детям и о возникновении инфекционной патологии у этих детей. Ну вот, какие причины существуют в плане стеноза верхних дыхательных путей у детей? В инфекционной и нет. И в этом, конечно, определенная проблема, когда мы говорим о неинфекционной патологии, это обструкция. И здесь дети, начиная с возраста 6 месяцев, когда они начинают получать прикорм, они, конечно, страдают аспирацией пищевых продуктов. И не всегда родители в этот момент знают, что делать, вызывают скорую помощь, не могут толком объяснить, что случилось. Это тоже проблема. Инфекционные патологии. Это так называемые над- и подсвязочные патологии, связанные с отеком гортани подсвязочного пространства, возникновением эпиглотита, если мы говорим о надгортаннике, и запущенные формы, такие как заглоточные паратензелярные абсцессы у детей. Если говорить о хронической аспирации пищи, то на сегодня я хочу сказать, у детей основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это ГЭРБ, это гастроэсофигальный рефлюкс, который частично формируется ятрогенно за счет родителей, за счет неправильного прикорма, за счет неправильного отношения к ребенку и так далее. Это пороки врожденные, это развитие желудочно-кишечного тракта, диафрагмальные грыжи, которые также способствуют развитию аспирационных пневмоний. Вот то, что вы видите здесь на экране, это достаточно частые сегодня вызовы к детям, когда мы клинически видим, что это пневмония, но фактически причина так и не устраняется. Дети попадают в инфекционные стационары и выписываются фактически с тем же ГЭРБом третьей степени, с диафрагмальной грыжей, которая ставится им как диагноз, но дальше ребенок заболевает снова и по кругу. И, к сожалению, таких детей сейчас много. И вот здесь представлены слайды, на которых поперечный срез и фрагмент пищи в бронхе. Кроме того, вот что обеспечивает сам по себе вот этот рефлюкс, который в норме у детей присутствует на первом году жизни? Это определенная защитная реакция, но в дальнейшем это приводит к определенным патологиям и формированию уже так называемого хронического заболевания. При возникновении рефлюкса в том числе мы говорим о том, что возникают такие проблемы еще помимо самого рефлюкса, как заглатывание инородных тел. И здесь вариант возможной попадания инородных тел в том числе и в легкие, и определенное смещение инородного тела с формированием патологических звуков, а может быть и без них. Поэтому часто те дети, которые обращаются в стационары, бывают пропущены. И действительно рентген негативных инородных тел на сегодня очень много. Клинически они могут себя проявлять только периодически. То есть это не постоянные определенные патологические звуки, это за счет смещения инородного тела могут формироваться определенная неяркая картина у детей. И такие как фиксированные инородные тела, они дают более яркую картину за счет формирования очагов от электаза. Но порой мы не видим ничего на рентгене, и это, конечно, затрудняет диагностику. Есть случаи по Москве, когда ребенок отправлялся в стационар с диагнозом инородное тело, его выписывали после определенных обследований на догоспитальный этап, опять же, и спустя некоторое время он возвращался, и на бронхоскопии у него удаляли пищевые продукты, такие как орехи, которые рентген негативные. То есть это возраст буквально маленьких детей до где-то трех лет, как только они начинают получать прикорм. Ну вот так примерно выглядит картина от электаза левого легкого в данном случае после формирования уже фиксации инородного тела. И вот вы видите, что в таком случае, естественно, понятно, в принципе, что произошло. И здесь уже тактика врача будет соответствующая. Здесь тоже аспирация была инородным телом. Ну вот если говорить о надсвязочных пространствах на патологию верхних дыхательных путей, то, конечно, мы говорим сегодня об эпиглотите, о ложном крупе. И хочу обратить ваше внимание, что рентген-диагностика в редких случаях она также применяется, особенно, когда есть вопрос, что это, эпиглотит или все-таки ложный круп. Потому что зачастую у детей клиника схожа, и вопрос решается уже в стационаре с учетом отрицательного ответа на терапию и выполнением рентгеновских стимков. Так называемый симптом шпиля, вот то, что мы видим здесь на экране, сужение в области подсвязочного пространства, это рентген-положительный признак, подтверждающий стеноз гортани, острый ляринготрохиит у ребенка. Когда мы говорим о крупе, лучше пользоваться вот примерно такой таблицей, то есть думать о том, какие признаки отражают это заболевание, втяжение уступчивых мест, ридер, это достаточно известный. А вот что сегодня я хочу сделать, на что акцент, так это то, что мы привыкли изначально работать с ингаляциями, в некоторых случаях вводим системную гормональную терапию, но со знаком равенства сегодня работает также эффективно дексаметазон в дозе 0,15, как и в 0,6. То есть вот это тоже очень важно, не нужно превышать дозы, не нужно ждать каких-то других эффектов от доз, которые я предоставила здесь. Это уровень доказательности А, то есть это достаточно давно исследованный вариант. Кроме этого, если начато лечение с помощью ингаляции бодисонидом, то есть ингаляционного глюкокортикостероида, не нужно добавлять системный глюкокортикостероид. То есть доказана абсолютно одинаковая эффективность, если будет использован либо один, либо другой препарат. Но мы говорим здесь о легкой и средней степени тяжести. Конечно, предпочтение при тяжелых отдается все-таки ингаляционному адреналину, то есть в совокупности с бодисонидом и, естественно, системное ведение таких пациентов, то есть гормональная терапия. Кроме того, вот почему сегодня мы особое внимание уделяем крупу у детей? Это часто, и тем не менее, раньше эти дети были интубированы достаточно часто. Вот практически ни одно дежурство у реаниматолога не проходило без интубации такого ребенка. И что произошло с внедрением адреналина, с внедрением кортикостероида, в частности бодисониды? Число интубаций снижается в 5, по некоторым данным, в 7 раз. И сегодня дети, которые поступают с тяжелым крупом, это интубация менее 3%. По международным данным это 1-3%, но это запущенный случай, не вовремя начатая терапия, и таких детей действительно необходимо интубировать. Эпиглотит. Жизнеугрожающее состояние. Возбудители в основном бактериальная флора. Та, которую сегодня, в принципе, мы можем предотвратить с помощью плановой вакцинации. Но тем не менее, достаточно большое количество возбудителей остается, тех, которые мы профилактировать не можем. И действительно, эта патология острая, возникает она в течение где-то 24 часов и требует экстренного вмешательства. Почему? Потому что никаким другим образом, кроме как ранняя интубация, эти дети, конечно, не восстановятся и не вылечим их. Можно следующий слайд? Вот так клинически выглядит ситуация с отекшим надгортанником, увеличенным в размерах. И здесь вероятность, естественно, остановки дыхания достаточно высока. Четыре признака основных, по которым можно заподозрить эпиглотит. Диспноя, дисфония, дисфагия, друлин, английское слово, слюнотечение. Когда думать об эпиглотите? Когда нет ответа на стандартную терапию, когда есть признаки, о которых мы сказали. И когда воспалительных процессов мы в ротоглотке не видим, а ребенка замечается стридер, и при этом никакого, естественно, ответа нет. Молниеносное течение. В принципе, это одни сутки жизни. То есть я имею в виду, что это где-то 24 часа. Это определенные рентгенологические признаки на рентгене, если он выполнен в боковой проекции. Это симптом большого пальца, так называемый, когда нагортанник приобретает роль отекшего органа, и он будет хорошо виден на снимке. Кроме того, что мы сегодня говорим о гипоксии как основной причине внезапных остановок сердца у детей, мы должны сказать об особенностях гиповолемии у детей и об их, можно сказать, анатомо-физиологических и структурных особенностях. Ребенок может потерять до 30% жидкости, я имею в виду здесь объем циркулирующей крови, и при этом сохранять более или менее нормальное давление, все, что укладывается в нижние границы артериального давления. Поэтому это его особенности, это проблема ранней диагностики потери жидкости и в том числе кровопотери. Почему я акцентирую на это внимание? Потому что статистика нам в ВОЗ говорит о том, что 8 тысяч детей младше 5 лет ежедневно умирает от гиповолемии и шоковых состояний, связанных с дегидротацией. Кроме того, травмы, связанные с ДТП, 260 тысяч детей ежегодно погибают, ежедневно погибают от несчастных случаев. Анафилактический шок, частота аллергических заболеваний у детей ежегодно возрастает. И это абсолютно любые продукты питания могут быть, это инъекции вакцин и так далее. Поэтому частота анафилактического шока также возрастает. В основном это, конечно, этап догоспитальный. И вопрос приезда скорой помощи, конечно, должен решаться вот так, чтобы это успеть как можно раньше, потому что любая задержка, она, конечно, приводит к остановке. Септический шок. Редко мы устанавливаем этот диагноз, потому что, к сожалению, выявляемость этих состояний достаточно мала. Хотя по статистике в год это примерно миллион случаев, и достаточно большое количество ожидается. Хочу остановиться на синдроме тряски младенца. Проблема всех родителей. Когда ребенка пытаются успокоить, а он кричит, а он плачет, и никто не может понять, в чем причина, и начинает его трясти. Укачивание колясок. Тряска за плечевой отдел. Когда ребенка сдавливают и начинают без стабилизации шейного отдела вот так вот сильно трясти и пытаться его, ну, в общем-то, уложить спать или как-то успокоить. Так вот, что происходит в этом состоянии? Повреждение крайне цервикального сочленения, которое нестабильно у ребенка, это раз. Повреждение отделов ствола головного мозга, разрыв пиальных сосудов. Возникновение гематомы, возникновение кровоизлияния, отек головного мозга и центральное апноэ как следствие. Тоже проблема. Когда такие дети, когда родители их обращаются к врачам, естественно, они никогда вам не расскажут о том, что они его трясли и что так потом случилось. Поэтому это тоже нюанс, который должен, в общем-то, быть на слуху у врачей, в том числе скорой медицинской помощи. Следующий слайд, пожалуйста. Внезапная сердечная смерть. Буквально несколько слов сегодня эта тема обсуждалась. Но я хочу сказать с позиции еще нашей, то есть неотложной педиатрии, поскольку у нас сегодня стало много детей погибать в школах. И я хочу озвучить эти данные. Вот вы видите, что в 2016 году только на уроке физкультуры погибло 201 школьников. Если это примерно разложить на всю страну и на каждый день, то каждый учебный день погибает ребенок в России. Это достаточно много. И в чем проблема? Проблема в том, что поздняя выявляемость основных причин. Гипертрофическая кардиомиопатия – это те данные, которые сравнимы с зарубежными. Большинство детей погибает вот именно от этой патологии, которая является наследуемой. Это семейная патология, это генетически детерминированная патология. И в том числе, как вариант подросткового возраста, это внезапная ритмогенная смерть, то есть какие-то нарушения кровообращения, аритмии. Комоцокордис, вот это удар в солнечное сочленение, приходящийся на фазу реполяризации, он тоже в небольшом количестве случаев присутствует. Многие проблемы, как аномалии коронарных артерий, поставить достаточно сложно. Вот заранее об этом практически мало кто сумеет сказать. А вот что касается синдрома удлиненного КУТЭ, об этом достаточно много мы сегодня говорим. И выявляемость этих пациентов достаточно низкая на сегодня. То есть пропорции внезапных сердечных смертей по странам мира и по России, они сравнимы, а вот количество выявлений таких пациентов достаточно малы. Поэтому как решается эта проблема во всем мире? Конечно, дефибриллятор. Конечно, автоматический дефибриллятор для того, чтобы можно было им воспользоваться до приезда скорой помощи. И я хочу еще раз остановиться на том, что когда приезжает скорая помощь, мы работаем по остаточному принципу. Это максимум, кого можно спасти, это 26%. Первые пять минут, с учетом того, что выполняется ранняя помощь этим детям, включая автоматическую дефибрилляцию, то есть 75%, это огромные цифры. Поэтому те, кто находятся рядом, неважно кто, это может быть и одноклассник, это может быть учитель, это может быть врач или просто коллега, уже должны быть обучены и выполнять это следует. А проблема заключается сегодня еще в чем? 477 приказ Минздрав развития. Дефибриллятор автоматический не включен в этот перечень. Первая помощь не включает его. Так вот вопрос сегодня ставится остро. И вот вы видите, что по результатам совещания в начале этого года Минздрав обещает включить электроимпульсную терапию в список мероприятий для первой медицинской помощи. Следующий слайд, пожалуйста. Немножко так. И хочу сказать, что абсолютно неважно, какой алгоритм использовать. ABC или CAB идут со знаком равенства. Эффект от помощи будет одинаков и выживаемость также, если будет соблюден алгоритм. Что мы видим, обучая все-таки в симуляционном центре большое количество врачей, мы видим абсолютное несоблюдение алгоритма базы реанимационной помощи, от которой зависит выживаемость пациентов. Мы используем в нашем симуляционном центре определенные методики. И как один из методов это симуляционная секция, где врачи остаются один на один с симуляционным оборудованием. И после этого мы проводим дебрифинг, поскольку мы имеем возможность контроля 360 градусов. То есть так называемое иммерсивное обучение, которое позволяет в режиме реального времени контролировать каждое действие врача. После чего врачи сами на себя смотрят со стороны и сами понимают, в чем их ошибки. И в том числе мы немножечко стимулируем их к этому. 80% врачебных ошибок вследствие нехватки навыков работы в команде. Это лидерские качества, это качество преемственности, это распределение обязанностей. Вот это все те вещи, которые влияют на выживаемость пациентов. Симуляционное обучение – это один из методов снижения врачебных ошибок. И мировые данные показали, что с 30% до 4% это позволяет снизить. Мы создали регистр врачей, которые проходили с определенными интервалами у нас обучения. И получили следующие выводы. Во-первых, сравнимые с международными. 3-6 месяцев проходят после симуляционного тренинга, и врач теряет, в принципе, не все, но какие-то навыки точно. Поэтому уже спустя год после обучения, конечно, стоит вопрос о повторном тренинге. И вот что мы получаем. Среди врачей скорой медицинской помощи города Москвы мы это исследование делали, мы получили, что уже через год, конечно, навык особенно искусственной вентиляции легких начинает резко падать. Что касается непрямого массажа сердца, то здесь ситуация, как и во всем мире, немножечко проще. Всегда проще делать и качественнее компрессии, чем искусственную вентиляцию легких. Спасибо за внимание.